Привет всем! Диабет типа 2 и артериальная гипертония вроде разное заболевание. В основе диабета нарушение углеводного обмена. В основе гипертонии нарушение нейрогоморальной регуляции. Причина частого сочетания диабета и гипертонии потому считалась до последнего времени непонятной. Но вот исследование, смотрите ссылки, которое показало, что между обоими заболеваниями может быть тесная связь и находится она в так называемом глюкогон-подобном пептиде. Далее для краткости буду говорить о ГП1. Оказывается, в коронарном синусе находится много рецепторов, которые регулируют и углеводный обмен, и давление крови, и рецепторы эти управляются, в том числе ГП1. Если ГП1 мало, и уровень сахара в крови повышается, и давление подрастает. Понятно, что чем меньше ГП1, тем больше эти нарушения. Потому авторы исследований предполагают, что появившиеся на фармацевтическом рынке препараты ГП1 могут помочь таким пациентам. На этом слайде я представляю вам список таких препаратов в их международных названиях. Я согласен, что могут помочь, но с одним важным замечанием, а именно, что если проблема только в количестве ГП1. Потому что если что-то не так с конфигурацией, и числом рецепторов ГП1 в каратидном синусе прием этих препаратов может и не помочь. Хотя, с другой стороны, проводя острую фабрикологическую пробу с препаратами ГП1, можем проверить, помогут они пациенту или нет. С другой стороны, открывается перспектива более глубокого изучения роли регуляторных нарушений каратидного синуса в развитии и прогрессировании диабета и гипертонии с открытием новых методов диагностики и лечения. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя. Будьте здоровы.